За память и забвение отвечает сверхсознание. Если было бы только сознание, мы бы никогда с вами не выбрались из-за этого западня. Есть сверхсознание, которое видит весь этот лабиринт материальных перепитий. Кармы, деятельности человека, устройства Вселенной, звездные влияния. Так много энергии вокруг, в которых мы живем. Понятия не имеем, как функционирует это тело. Сколько тут тонких микро всяких движений, всяких протонов, электронов, волн, других энергий, которые еще не изучены. Психическая энергия. Мы пользуемся телом, не понимая даже, что это такое толком. Сверхсознание это все регулирует. Это удивительный момент. Вы ложитесь спать вечером, ночью. И как только вы закрываете глаза, вы постепенно все забываете. Оп! И все. Вы забыли все. Вы где-то в другом месте уже. Сюжетом какой-то. Какие другие картины. Вы забыли про работу, про близких. Про все на свете забыли. Забвение. Вы забыли все. Смотрите. Ну, как только просыпаетесь, оп! На работу. Оп! Подскочили. Все вспоминаете. Мгновенно. Как вам удовольствовать сохранить память? Скажите. Вы же все забыли полностью, только что. И только проснулись, все сразу. Это называется память забвения. Кто регулирует это? Забвение называется сон. Ничто иное. Вы никак по-другому это не назовете. Забвение это сон. Это некоторая такая амнезия. На ночное время дня. Потому что пока вы помните все проблемы, вы не отдохнете. Можете лежать сколько угодно, но вы не отдохнете. Потому что вы в сознании находитесь. Вы помните. Нужно отключить память. Для отдыха. Сон. Ну, главная функция для отдыха. Поэтому потеря памяти. Но затем нужно снова приступить к обязанностям. И утром вы себя чувствуете уже увереннее. Посмотрите за ночь. Вы просто поспали. Не знаете, как пихаться. Это работает сверхсознание. Вы во что-то хотите верить? Сверхсознание подтвердит любую вашу веру, которую вы берете. Если даже она ложная, но вы хотите, вы настаиваете. Он даст вам аргументы. И вы найдете все необходимые аргументы, чтобы принять любую веру. Любую концепцию жизни. Хотите денег? Он убедит. Даст вам аргументы, чтобы вы убедили себя и других обманули, что деньги самые важные в жизни. Вы умрете за них после этого. Это сверхсознание, которое с нами в сотрудничестве. Так вот, эти отношения зависят от наших желаний. Две птицы находятся на дереве тела, говорят у Панишады. Тело – это дерево, где есть плоды сладкие и плоды горькие. Счастье, несчастье чередуется, сладкий горький плод чередуется. И одна птица – это птица, которая клюет эти плоды. Она живет именно этими плодами. Это мы с вами. Когда горький плод нам не нравится, мы не хотим его. Когда сладкий плод, мы привязываемся и боимся потерять. А другая птица не ест эти плоды, не трогает их вообще. Она наблюдает за этой птицей. Дозволяет, санкционирует. Дает им память и забвение, когда необходимо. И когда мы страдаем от горького плода, эта птица говорит, не страдай так сильно. Ведь это же временно, потерпи чуть-чуть. И когда мы наслаждаемся каким-то сладким плодом, она говорит, не привязывайся. Это тоже временно страдать будешь. посмотри на меня. Вот интересный феномен. Когда мы хотим что-то забыть и не можем. А хотим что-то вспомнить, тоже не можем. Вот стоит нам совершить какую-то гадость, и это трудно забыть. И другим омене. Я бы хотел забыть вообще, но не могу забыть это все. Как у Булгакова, знаете, там Гела была такая. Нет, не Гела, а Фрида. А она задушила ребенка платком. Боже мой, каждый день ей приносили этот платок. Она его сжигала, рвала, бросала в печь. Она страдала, невозможно представить, как она страдала. В том сюжете очень интересно Булгаков. Он же врач, он психолог, он понимает это все хорошо. Практик. И наша проблема заключается в том, как же забыть эти проблемы. Вот в чем наша. Как их трансформировать. Как в Алма-Ате открылся недавно бар. Значит, она называется амнезия. Как это все забыть вообще, понимаете? Хочется все просто взять и забыть. Но. В сердце источник знания, забвения и памяти. Мы не регулируем это. Он регулирует нашу жизнь. Сверхсознание существует, наша совесть.